Вешать, носить там, все что угодно, это такой череатив. Кубизм ярко выражен на Растаманский. Вы пришли к выводу, что он, наверное, используется для курения чего-либо. Затягивается. Его можно вот так вот спрятать. Вот, вот вы чехол для твоего. Ты посмотри в камеру, тебя снимают. На Казанипе. Уедет в Казахстан. На самом деле, автор дал ей название. Вы понимаете, что ты нуждаешься поддержку вот этих замечательных людей? Они же трансовый дасполь. Если вы видели их в бар, гамбургеры, чизбургеры, у нас их очень много, осталось мало, ограниченное количество, ребят, всем едят, делаем с дикмагом, решим. На даже имеется шедевр американского пищепрома. Пойдем, поговорим. Как тебя зовут, скажи мне? Андрей меня зовут. Бразилия, ты футбольный фанат? Нет, нет, это мое имя, имя Бразил, меня зовут Бразил. А где ты работаешь? Я нигде не работаю, я распи***й просто. А у тебя есть принципы? Принципы? А что это такое? А что такое Казантип? Что такое Казантип? На самом деле столько сразу мыслей в голову лезет. Ну, это сразу первое, что пришло. Ну, сейчас для меня Казантип это любовь, любовь, общение просто. Ну, для меня сейчас пока это жесть. Чем ты больше всего любишь заниматься на Казантипе? Получать позитив, счастье. Получайте его. Вообще нету, нету, понимаете, нету никого. Я поставил здесь рекорд. После выступления великого и известного Пименова я спал двое суток. После такого отдыха на Казантипе вы думаете, вам не нужно будет еще один нот? Я думаю, да. Я два дня назад здесь выпил, короче, 20 текил. Потом после этого еще текила, абсцент, двух трубочек вот так. И после этого я бегал по пляжу, просто снимал штаны и падал в песок. Я этого не помню. Это рай! Это рай! Серые улицы городов просто грузят своим неприличием. А здесь просто нирвана. Вот и все, что я хотел сказать, ребята. Мы построим новую энергию. Сиг-тай! Сиг-тай! Ребята, вы зачем это снимаете? Пленку тратите вам вырезать. Я очень рад, что есть друзья, от которых я могу что-то приобрести и стремиться к кому-то в пульсе. И вы тоже. Мы взаимно друг друга дополняем. Мы все... Держаться нету больше всего. Ребенка бедного нету. Я Снегурочка. Снегурочка. Новый год. Новый год. Да, Новый год. Потрясающе. А какой сегодня день, вы знаете? Как первый. Первый. Космонавт. Он прилетал. Прилетал, да, он был. День космонавтики был в четверг. Нас ракета там, вот на ракете прилетела. А еще прилетели космические цыгане. Тоже, да. Мы их запустили два года назад в космос, они вернулись, мы их видели. А там ракета вон там. И жирахрокодилы. И у них напиток жирительный тоже. А кто жена у Гены Крокодила? Нет. Говорит, что я жена. Нормально? Удом быстро женившийся. А тебе не нравится быть женой? Нет. Нет. Мне нравится быть любовницей. Мы здесь по работе. Я подполковник ФСБ, а Сергей генерал. В Антибе – это отдых для Москвы. Весь мой мозг отдыхает. И весь год я изучала свои такие мозги, поэтому... Боюсь, что на дальнейшие вопросы мы не сможем вам ответить. Нет. Мы просто не готовы сегодня. Ай-яй-яй. Мы приехали еще очень давно. С планеты Крит находится приблизительно 15-й Солнечной системы, я думаю, в галактике. Параллельно к Тихому океану, но немножечко не находя вулкану, на котором мы все и умрем. До свидания. Здравствуйте. Мы готовы произнести речь всему Казантипу, всей Украине и вообще России и всем другим странам, которые имеют громадное удовольствие находиться прямо тут, вот сейчас, в этой шлифте, с громадными, позитивными людишками рядом. Ура! Да здравствует Казантип! Еще два часа назад мы не были знакомы. И вы видите, что мы уже знаем друг друга, как будет лежить. Это здорово, Казантип, ура! Нас ждут в этом с полы. Спасибо. Мы сейчас пройдем на пляж, найдем каких-нибудь неответственных людей и зададим им пару вопросов. Снимайте флаг! Снимайте флаг! Снимайте флаг! Снимайте флаг! Снимайте флаг! Сейчас мы находимся на Казантипе в баре с Тонском. И сейчас я задам пару вопросов его плательцу. Скажите, пожалуйста, что вы здесь делаете на Казанипе? Я не знаю, я не уверен. Что мы что делаем? Извините, протормозил. Кто знаете про Эстонию? Я удивляюсь вашим познанием. Вы в Эстонии не жили? Я узнал вас по акценту. Мы земляки друг друга знаем друг друга по акценту. Скажите, а кто из интересных, популярных эстонских деятелей, кроме вас, конечно, появлялся когда-либо на Казантипе? Вы в курсе, нет? Эдуард Космонавт. А какие в Эстонии есть клубы? Ну, их всего, наверное, пять. Ну, может быть, шесть. На самом деле Эстония маленькая страна. По сравнению с Казантипом ваши клубы... Ну, все понятно, да. А что вы думаете о Казантипе в целом? Мы... Мы не думаем, мы приезжаем сюда и больше не думаем. Пошел! Второй пошел! Третий пошел! Четвертый! Пятый! Два бара! И черта не видно! Не-не-не-не-не! Ну, я думаю, что здесь просто замечательно. Здесь все. И погода, и алкоголь. И вообще тут весело и здорово. Я, да, я приехала посмотреть, как эта большая синяя машина. Приехала убирать все это дерьмо. Мне грезятся мраморные туалеты. Ну, вот, наконец-то мы снимаем, как встречается утро на Казантипе. И не утро, а новый день. Сознайте, здесь, по-моему, отсутствует понятие день или ночь. Если человек приехал отдыхать, он может отдохнуть не только днем, валяясь тупо на пляже, в виде тюленей, загорая по солнцам. Он может это сделать и ночью, и днем. Грубо говоря, некоторые приезжают отсюда с горелой, потому что основное вообще не происходит только ночью и на рассвете. По-моему, на Казантипе есть другие два времени. День-ночь, а здесь есть закат и рассвет. Это вот самые такие моменты, когда на заказе народ просто готовится к предыдущей ночи, а на рассвете он просто встречает новый день. Ну, уже настолько радостно. Просто, я думаю, позже вы это сейчас увидите, когда, если мы пойдем, люди в городе ждать, действительно, с утра надо ехать домой, потому что здесь нету. Здесь, например, если ты сходил, поспал. Ну, то есть, делай, что же тебе хочется, но здесь, например, на грубость, главное не писать море, не срать на танцполе. Мы можем ходить в костюмы-галстуках, то есть, быть примерно как в офисе, такими прям сидеть, ну, просто правильные. Но неужели мы не можем себе позволить раз в году отдохнуть и быть таким, каким на самом деле есть? А ты же каска у тебя клевая, это что за легенда? Те каски возникло в том году, как говорится, отдыхай на береги мост. Хотя, почему-то, мое мнение, что на Казантипе мозг нужен, но та часть, которая загружена работой, чтобы просто, как бы, она отдохнула от работы, можно сказать так. Здесь нельзя планировать, если ты приехал отдыхать, то не надо планировать, планируют работу. Тебе захотелось просто, вот, грубо говоря, ты с ней светешь, захотелось упасть в песок, упади и сделай это. Например, ты захочешь это сделать через пять минут, ты же этого пока не знаешь. И это и есть кайф отдыха, делать то, что тебе нравится. Вот единственное, может быть, понятие свободы, ну, знаешь, свободы не может быть вообще быть бесконечной. Ты же захотел уехать спать, ну, согласитесь, как бы, примерно, если ты тут пошла, захотел спать, вот ты сейчас упала, там, на аллее спишь, а другие люди отдыхают, и вот, например, вот идет, ну, немного просто непонятно, жалко человека, немного мнение об отдыхе портится. Потому что, действительно, ты пропустила фразу еще раз. Отдыхай сам и не мешай отдыхать другим. Почему я пришел на Евро? Да потому что, слава, финиш! Почему сегодня вы на Евро танцполе? А потому что каждый день на Евро танцполе, потому что это Евро танцпол. Евро твердая валюта. На Евро всегда интересно, всегда приятно. И люди очень хорошие. Евро твердая валюта, я вам говорю, я вам со всей ответственностью заявляю. Евро – это твердая валюта, это всегда хороший танцпол, хорошая музыка, хорошая выпивка. Я пойду выпивку. Хорошие дежи. И хорошие хохлы, вообще, вообще, отлично, все. А я не помню. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...